Это правдивые истории, рассказанные самими пострадавшими. Инсценировка может содержать неприятные для зрителей изображения. Жена стала кричать, звала меня. Что-то пролетело через комнату. Они лезли из-под деревянных панелей, из кухни. Просто отвратительно. Будто на кормёжку. Было ясно. Нужно собираться и переезжать. Помнится, муж мне сказал, никому ни слова. С меня хватит. Хватит. Три семьи борются с нашествием трёх видов паразитов. Наш дом неприкосновенен, но эти оккупанты не уважают границ. У нас они находят всё, что нужно для выживания и размножения. С их появлением в нашем доме всё меняется навсегда. Нашествие Испокон веков вредители пользуются тем, что создаёт человек. И в современных городах мы по-прежнему сталкиваемся с множеством проблем, причина которых – паразиты. Для некоторых вредителей город просто рай. Здесь много еды, мусора, всякого рода убежищ, множество мест, где можно поселиться. На канадском острове Ванкувер одинокая мать, Тамара Хуансом, недорого сняла дом, достаточно большой, чтобы поселиться там с тремя сыновьями. Я была рада, что мы переехали. Мальчики сразу выбрали себе комнаты. Хотели мою комнату, потому что она самая большая, но я не согласилась. Мы собирались здесь остаться надолго. Но не разделяли уверенность, что это дом мечты. 13-летнему сыну Тамары по имени Брайтон с самого начала стало не по себе. Дом старый, в нём было жутко. А по ночам дом оживал. Я играл в видеоигру. И слышал внизу звуки, скрипы и царапания, будто чьи-то шаги. Был уверен, что это призрак. Ребята мне говорили, что им кажется, будто в доме живут привидения, но я никаких звуков не слышала и решила, что они выдумывают. Да, ты кричит, да? Тамара осталась с мальчиками, чтобы их успокоить. Однажды я осталась сидеть с ними. Мы ждали, когда начнутся звуки. И они стали слышны. А я никак не могла успокоиться на вей, потому что сама не понимала, что это. Ощущалась вибрация от непрерывного царапания. Просто ужасно. Мы что-то чувствовали под ногами, но не знали, что это. С каждой ночью загадочные звуки все усиливались. Начинаешь верить, что это все не происходит на самом деле, потому что определить источник звука невозможно. Однажды, когда мальчики ушли в школу, Тамара осталась на кухне одна. Наш кот Тоби все заглядывал под посудомоечную машину. Не отходил от нее. Большинство людей считают, что вредители живут в городах, а не в пригородах. Жизнь за городом спокойнее, там чище. Но даже в самых ухоженных предместьях имеются темные тайны. Покупка дома в пригороде была запланированным шагом в жизни семьи Роузов из Матавана, штат Нью-Джерси. Он был для нас частью американской мечты. Жениться, завести детей, купить красивый дом. Здесь приятный район. Много детишек, чисто, зелено. Тут хочется жить. Мы почувствовали, что это наш дом. Детям тут очень понравилось. Они бегали, кричали. В общем, дети есть дети. Их переезд совпал с появлением необычных симптомов. И где-то в то же время мой муж стал жаловаться на зуд с внутренней стороны рук. Кожа немного припухла, как после комариного укуса, и ужасно зудела. Но пострадал не только Фрэнк. Я припоминаю, что мой сын все время чесался. Он чесался и чесался. С утра у старшего на разных участках тела были красные бугорки. На затылке, иногда на щеках и руках. Я не понимала, в чем дело. А врачи предположили, что, возможно, это аллергическая реакция на стиральный порошок или мыло. Тогда я стала использовать гипоаллергенные средства. Решила, что дело в старых подушках, и выбросила их. Накупила новых, и тогда все вроде бы прошло. Следов на коже я больше не видела. Лорен тщательно следила за чистотой детей и их комнат. Я убирала комнату младшего сына и увидела следы на раме кровати. Будто он тыкал туда ручкой. Ну, взяла на заметку и продолжила уборку. Но что-то все же было не так. Бросая простыни в стиральную машину, я заметила два пятнышка ржавого цвета. Когда коснулась их, они поползли. Сразу подумалось, это все из-за деревьев и кустов. Оттуда к нам ползут всякие жучки. Я не хотела просто стряхивать их на пол, и потому сбросила в мыльницу. Эти крошечные коричневые жучки выглядели совершенно безобидно. Но Лорен все же показала их Фрэнку. Мой муж сразу все понял. Он сказал, это клопы. Я была в шоке. Я не особо встревожился, подумал. Завтра все разберем, тщательно пропылесосим, распылим инсектицид, и проблема решена. Мы осмотрели кровать, прикроватную тумбочку, ковер. И ничего не нашли. Фрэнк решил, что причин отменять давно запланированную рыбалку с друзьями нет. Но Лорен все же беспокоилась. Я нутром чуяла, что-то неладно. Оно идет наверх, чтобы еще раз все проверить. В доме множество мест, где могут прятаться вредители. Например, под ковром или плинтусом, в пустотах стены. Кажется, что их нет, но они просто прячутся и выходят, вероятно, по ночам, когда люди спят. Я тут же увидела движение на кровати и глазам своим не поверила. Взрывы Вглядевшись, я поняла, что там полно клопов. Они ползали по моему ребенку. Были на одеяле, на спинке кровати. Чувствовали себя вольготно. Клопы — это вампиры в спальне. Они выходят по ночам, пьют людскую кровь и возвращаются обратно в свое убежище. Примерно в три часа ночи клопы вылезают и отыскивают спящего в постели. Воспринимая химические сигналы, клопы обнаруживают человека по дыханию. Люди выдыхают воздух, насыщенный углекислым газом. Именно на него клопы и ориентируются, подыскивая жертву. Добравшись до нее, клоп наносит укус в руку, шею или лицо. Обычно человек ничему не чувствует, так как в слюне насекомого содержится анестезирующее вещество. Я уложила ребенка спать, а они пришли будто на кормежку. Я была глубоко потрясена и сразу стала звонить мужу. Кричала в трубку. «Они здесь, повсюду, везде, приезжай скорее!» Я ответил, «Ладно, успокойся, уже еду». Когда подъехал к гаражу, меня осенило. Я взялся за голову и просидел в машине минут 10. Думал, что дальше делать. И тогда осознал, что у нас серьезные проблемы. На канадском острове Ванкувер дом, который недавно сняла Тамара Хаунсом, наводит на нее и ее сыновей страх. Ощущалась вибрация от непрерывного царапания. Однажды утром Тамара осталась на кухне одна. По моим пальцам пробежала крыса. Я даже почувствовала ее острые коготки. Было просто ужасно. Я решила, что надо ее поймать, и на этом все закончится. Но для Тамары и ее детей это стало лишь жутким началом. Крыса, появившаяся на глаза людей, скорее всего, разведчик огромной стаи, численность которой может доходить до нескольких сотен особей. Тамара видела лишь одну крысу, но поскольку звуки не прекращались, она сделала такой вывод. Под ее домом, вероятно, живет целый выводок крыс. Надо было действовать. Связаться с домовладельцем не удалось, и она обратилась к профессионалу. Я позвонила диротизатору, попросила подъехать и оценить серьезность проблемы. Тамара рассказывает диротизатору о загадочных звуках, и тот сразу спускается в подвал. Он сказал, что дом просто кишит крысами. Диротизатор сообщает, что может быстро расправиться с крысами, но это будет стоить недешево. Он назвал цену в полторы тысячи долларов. Я разрыдалась. Он удивился. Никогда еще не видел, чтобы его клиенты плакали, поэтому дал советы, как справиться своими силами. Единственный приемлемый для Тамары вариант – воевать самостоятельно. Крысам нравится жить с человеком. В наших домах они находят теплое жилище и еду в избытке. Благодаря людям у крыс всегда есть пища, и в таких условиях они непрерывно размножаются. Эти вредители живут в домах и в канализациях. Среда их обитания растет вместе с нашей. Если с ними не бороться, численность популяции крыс легко достигает тысяч особей. Например, в этом доме во Флориде их невероятно много, и чтобы выжить, грызуны стали заниматься каннибализмом. Они ничем не брезгуют, будь то мусор, отходы, пища в доме. Не могу представить, что крыса не стала бы есть. Как и мы, крысы любят фастфуд. Прохожие были поражены, увидев у заведения одно из популярных сетей полчища крыс. Я намеревалась уничтожить в этом доме всех крыс до единой. Через 15 минут мы услышали, как щелкнула ловушка. Но это было лишь начало. Сперва от звука подскакиваешь, потом надо сходить посмотреть, кто в крысоловке. Неизвестно же, каких размеров крыса попалась. Довольно жутко. Всего за несколько дней Тамаре удалось уничтожить два десятка. Это отвратительно. Просто ужасно. Я не позволила детям на них посмотреть. Самой было жутко. Сколько бы крыс не попадалось, появлялись новые. Женщина слышала их движение в доме и думала, сколько же еще осталось? Я знала, что не вывела их. Слишком часто слышались звуки, было ясно, что их еще много. На место погибших приходит множество новых. Крысы считаются самым преуспевающим видом млекопитающих на планете после людей. За первый год жизни одна особь может произвести на свет 2000 потомков, а за всю жизнь 15 тысяч. При наличии пространства и пищи численность популяции крыс может увеличиваться бесконечно. В ближайшем будущем крыс станет только больше. С ростом городов производится все больше отходов. Среда обитания этих грызунов становится обширнее, а численность естественных врагов сокращается. Это идеальные условия для размножения крыс и их выживания. Непрерывно размножаясь под домом семьи Хаунсом, крысы образовали огромную колонию. Им уже не хватает места в подвале. Крысы стали подниматься наверх. Было слышно, как они пробирались внутри стены, бегали над головой, где-то под ногами. Длинные острые зубы крыс крепче стали, и эти животные прогрызают любые препятствия. Даже бетонные стены. Они будто нас окружали, а затем дела пошли еще хуже. Однажды мы приехали домой и увидели, что всюду была разбросана еда. Хлопья, мюсли, пачки и пакеты открытые, валяются на полу. Есть еще одна проблема в борьбе с крысами. Нужно уничтожить всю популяцию сразу. В противном случае, размножаясь, оставшиеся крысы легко восполняют потери. Было отвратительно. Оставаясь в этом доме, я чувствовала, что наношу своим детям вред. Поднимаясь из подвала, крысы пролезают по стенам, занимают дом и быстро учатся не попадаться в ловушки. Крысы опасаются любых новых предметов, оказавшихся в их среде. Все новое и непривычное привлекает их внимание, в результате чего они избегают ловушек. Проходят недели, и крысы смелеют. Их будто выпустили на волю. Теперь они стали свободно бегать по всему дому. Лезли из-под деревянных панелей, выходили из кухни и спокойно сидели. А когда мы проходили мимо, то просто смотрели на нас. Было очень страшно. Когда крысы захватили дом, дети стали бояться спать в одиночку. Мой сын Брайтон ложился спать вместе со мной. Феникс, Аризона. Города разрастаются, и человек заселяет даже самые суровые земли. Феникс – один из самых быстро растущих городов США. Благодаря орошению земель возникли привлекательные пригороды, куда стали устремляться люди. Среди них семья Барнсов. Легко забыть, что раньше здесь жили обитатели пустыни. Когда мы осматривали дом, нас привлекла ухоженность этого района. Думаю, многие стремятся создать лужайки, ведь нас окружает пустыня, и хочется изменить пейзаж, а зелень приятна глазу. Барнсы поселились в доме и перезнакомились с соседями. Однако они обнаружили, что не их одних привлекает созданный человеком оазис. К Талайне пришла подружка. Они играли на первом этаже. Подружка Талайне сказала, «Тетя Тоня, здесь жук!» Я пошел посмотреть. Взял тяжелый ботинок и прихлопнул его. Я никогда не видела скорпиона. Подумала, «Это случайно?» просто как-то попал сюда и не встревожилось. Некоторое время спустя о скорпионе забывают. Однажды вечером я заезжал в гараж и увидел, как что-то ползет. Приблизившись, я понял, что это скорпион. Уэйд посчитал, что это совпадение. Но скорпионы появлялись снова и снова. В течение целой недели люди замечали их один-два раза в день. Тут-то мы подумали, что это как-то необычно. Барнцы больше не могут игнорировать непрошенных гостей. Пора что-то предпринимать. Но сначала следует установить, о каком виде скорпионов идет речь. Скорпионы двигаются очень быстро. У них есть клещи. Жуткие создания. Надо быть чуть быстрее их. Ловить так, чтобы они не успели ужалить. Барнцы пытаются определить, какой скорпион им попался. В Аризоне встречается от 40 до 60 различных видов скорпионов. Многие из них на вид одинаковы. Тоня ищет в интернете, и найденная информация повергает женщину в шок. Скорпионы из ее дома похожи на древесных. Это самый ядовитый вид в Северной Америке. Их яд достаточно силен, чтобы убить ребенка. Такого, как малыш, не пал. Я не понимала, насколько они опасны для семьи с маленькими детьми. Теперь я осознала беду. Мы вызвали специалиста, чтобы он точно сказал, с чем мы имеем дело. Едва взглянув, он сразу сказал, да, это древесный скорпион. Мы очень расстроились. Почему это случилось с нами? Скорпионы тысячелетиями существовали в пустыне, не причиняя никому вреда. Теперь они стали вредителями таких городов, как Феникс. Дом для древесного скорпиона прекрасная среда обитания. Здесь имеется вода и еда, есть где укрыться, а древесному скорпиону для жизни ничего больше не нужно. Древесный скорпион встречается в человеческих жилищах чаще всего. В отличие от большинства других, он не одиночка. Древесные скорпионы часто собираются в группы. В стене дома могут жить десятки, а то и сотни скорпионов. Сама мысль об этом пугает. Они живут в стене, размножаются и выходят на поиски пищи. Специалист разбрызгивает в доме пестициды, чтобы убить и скорпионов, и насекомых, которыми они питаются. Нам стало спокойнее, ведь мы предприняли меры, провели обработку дома и вздохнули с облегчением. Проблема устранена. Люди всегда надеются на лучшее. Но надежды оказались напрасными. На острове Ванкувер Тамара Хаунсом сражается с нашествием крыс. Грызуны захватили весь дом. От подвала до ее кровати. Огромная крыса пробежалась по моей кровати и бросилась прочь из комнаты. Я чуть не умерла. Проверила, нет ли у сына укусов. Не стала его будить, иначе он бы перепугался. Это настоящее нашествие. Я чувствовала, что мы в доме уже не хозяева. Ситуация стала невыносимой. Крысы заполонили весь дом. Тамара многократно пытается связаться с домовладельцем, но тот куда-то пропал. Отчаявшись и не имея денег, она обращается на местное телевидение. Я подумала, что где-то рядом должны быть люди, которые мне помогут. Я не знаю, что делать. Обращение к людям – ее последняя надежда. Все идет прахом. Денег на дератизатора нет. Нервы на пределе. Мне очень нужно отсюда уехать. Я выступила по телевидению, и после этого мне позвонили из компании, которая занимается борьбой с вредителями. Они предложили сделать все бесплатно. и делали все работы. Появился тот же специалист, который приезжал ранее. Посмотрев новости, он убедил своего начальника помочь Тамаре. Они осмотрели подвал, заблокировали входы и выходы и установили втрое больше ловушек, чем ставила я. Мне сразу стало намного легче. Я была уверена, что борьба окончена, и больше крыс мы не увидим. Самое время. Сыну Тамары Брайтону как раз исполняется 14 лет. Дом, наконец, становится приятным местом. Ко мне пришли друзья, пять человек. Мы играли, была веселая вечеринка. Я отправилась на кухню взглянуть на торт. Туда зашел кот, который что-то тащил. Это крыса. Крыса бросилась на меня и укусила за палец. Было больно. Будто я наступила на гвоздь, который пронзил палец насквозь. От! От! Я гонялась за этой крысой по всей кухне. От! 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 Укуса. Тамара сразу едет к доктору. Крысы переносят около 40 болезней, заразных для человека. Основные сальмонелла, таксоплазмоз, лептоспироз, тулеремия, гепатит, целый ряд кишечных заболеваний. Короче говоря, это отнюдь не чистое животное. Ей сказали, что все в порядке, но для Тамары этот случай стал последней каплей. Это постоянное напряжение. Кажется, что справился с ситуацией, но тут вырезают новые крысы. И конца этой беде не видно. Вывести крыс в доме невероятно сложно. Можно на некоторое время снизить их численность, но за счет быстрого размножения популяция довольно быстро восстановится. И даже химикаты не всегда помогают. Спустя некоторое время крысы вырабатывают иммунитет. Обычно, когда вредителей травят ядом, большинство крыс погибает, но обязательно остаются те, которые выживают. Эти, невосприимчивые к яду крысы, начинают размножаться. Постоянно приходится создавать новые токсины, новые яды, ведь в противном случае выведется порода крыс, которых невозможно отравить. Это уже будут супер-крысы. В доме семьи Хаунсом крысы одержали победу. Я оставляю этот дом крысам. Он им принадлежит. С меня хватит. Мне надоело за ними гоняться. Надоело их искать. Я уезжаю. Я уезжаю. Мы никогда не сумеем избавиться от крыс. Вероятность того, что этот вид выживет, запредельно высока. Фрэнк и Лорен Роузе из Нью-Джерси обнаружили в комнате своего сына Клопов. Увидев этих крошечных кровососов в следующий раз, они просто ужаснулись. Они ползали по моему ребенку. Были на одеяле, на спинке кровати. Мне стало страшно. Многие люди считают свое жилище неприкосновенным убежищем. Они идут домой, чтобы укрыться от проблем, отдохнуть, провести время с семьей. А появление вредителей, кем бы они ни были, нарушает покой и доставляет неприятности. Мой ребенок спал, а множество клопов 10, 15, 20 пили его кровь. Я все пыталась понять, откуда они взялись. В Нью-Йорке, в самом густонаселенном городе США, проблема клопов становится все более серьезной. В Нью-Йорке действует специальная горячая линия. Эта служба отслеживает звонки относительно клопов. В 2004 году этих звонков было чуть больше 500, а в 2009 уже почти 11 тысяч. Клопы — это вредители 21 века. Люди много путешествуют, пересылают вещи, насекомые перемещаются вместе с ними. В некоторых городах наблюдают увеличение численности клопов в 5 и более раз. Мальчики в доме Роузов перебираются в другую комнату, а Фрэнк и Лорен начинают ночную битву против клопов. Мы начали войну. Теперь это поле сражения. Когда я стал разбирать кровать, они начали разбегаться и прятаться по щелям. Мы давили их в щелях. Это было мерзко. Очень гадко. Все продолжалось с часу ночи до 7 утра. Мы даже не разговаривали. Просто работали. Я сложила в пакеты все вещи, где могли быть клопы, и вынесла из дому. Но чтобы победить этих микроскопических вредителей, недостаточно выбросить какие-то вещи и раздавить часть клопов ножом. Худшее, что можно сделать в такой ситуации, это выбрасывать мебель. Ее ведь проносят по дому, и если в ней оказываются клопы, они по пути падают, и в результате могут распространиться по всему дому. После этого бороться с ними будет особенно сложно. Чтобы произошло заражение клопами, достаточно одной оплодотворенной самки, готовой отложить яйца. Скажем, она отложит от 3 до 5 яиц, и среди них, скорее всего, окажется самец. Как бы быстро Фрэнк и Лорен не уничтожали клопов, насекомые продолжают размножаться с огромной скоростью. Каждая самка может прожить больше года и отложить за это время до 500 яиц. Розы боятся представить, что подумают их новые соседи. Это кошмар, я не хочу, чтобы кто-то об этом узнал. На следующее утро муж прямо мне сказал «Никому ни слова». Люди считают, что клопы поражают лишь бедные и грязные дома, а это вовсе не так. Клопы могут оказаться в любом доме, сколько бы не зарабатывал его владелец. И каким бы чистым не было это жилище. Фрэнк и Лорен надеются, что благодаря такой радикальной уборке они навсегда избавятся от клопов. Но через неделю меня снова стали кусать. Война переходит на следующий этап. Семья приглашает дезинфектора. Он сказал, что, судя по всему, клопы живут у нас уже несколько месяцев и успели изрядно размножиться. Обосновавшись в доме, клопы могут обосноваться во всех комнатах. Хотя и считается, что живут клопы в кроватях, но расплодившись, они могут поселиться в прикроватных тумбочках, будильниках, или радиоприемниках, или даже в мягких игрушках. В городах люди живут совсем рядом друг с другом. Это позволяет паразитам из одной квартиры перемещаться в другую и быстро распространяться по новому зданию. Сначала думали, есть специалист, он решит нашу проблему. Скоро все закончится. Мы почувствовали облегчение. Наши комнаты, весь третий этаж под карантином. Двери закрыты, заходить туда нельзя. Семья перебирается вниз, а зараженный верхний этаж изолируется. На следующее утро Лорен, поправляя постель в гостиной, замечает клопа. Он был мертв. Поэтому мы решили, все в порядке, мы нашли мертвого клопа. А мертвые клопы не кусают. Лорен решает, что все в порядке. Обнаружив клопов, люди зачастую отправляются спать в другую комнату. Но через некоторое время клопы следуют за людьми. В результате бороться с ними становится намного сложнее. очень сложнее, чтобы воспринимать. Однажды мы с мужем находились в кухне. Он вдруг умолк и пошел что-то разглядывать на полу. А затем сказал, смотри, один ползает по полу. Крым Из раздавленного клопа брызнула кровь. Это была кровь моего ребенка. Мне было очень неприятно. Это худшая новость из всех. Несмотря на профессиональную обработку, клопы появились вновь. И при этом распространились на нижние этажи. Мы сразу посмотрели на игрушечную обезьянку. Это была одна из любимых игрушек сына. Он постоянно носил ее по всему дому. Все деньги, пущенные на борьбу с насекомыми на верхнем этаже, были потрачены впустую. Клопы оказались внизу. Их перенесли в любимые игрушки сына розов. Клопов привлекают любые вещи, которыми люди часто пользуются. Потому что на них остается их запах. Даже мягкая игрушка, с которой постоянно играют, может их притягивать. Потому что она пахнет ребенком. Они бессильны защитить себя от мелких кровопийц, готовых в поисках пищи, пройти большие расстояния. Если Клоп голоден, он может проползти в поисках еды от 15 до 30 метров, а то и больше. Лорен и Фрэнк тратят на борьбу с паразитами тысячи долларов. он заказал новую обработку всего дома. На этот раз дезинсекторы опрыскали все. Каждую комнату этого дома. Тут-то неуступчивым клопам и должен прийти конец. Через неделю после второй обработки вновь появились следы от укусов. Это было ужасно. Мы думали, что избавимся от этой проблемы, но Клопы никуда не делись. Применяются ядохимикаты, которые уничтожают 99% вредителей. Но не следует недооценивать способность паразитов к выживанию, ведь их единственная цель питаться, размножаться и увеличивать свою колонию. Я проснулся искусанным. Сотни укусов на шее и три на руках. Это стало критической точкой. У меня было достаточно. Все! Я не знал, что дальше делать. Казалось, надеяться не на что. Все принятые меры не принесли результатов. Роузе потратили почти все свои сбережения и понятия не имели, что предпринять дальше. Нам предстояло или смириться с такой жизнью, или собрать вещи и уехать. Дом семьи Барнса в Фениксе привлекает крайне нежелательных гостей. Древесных скорпионов это самый опасный в Северной Америке вид. Укус животного способен убить ребенка. И даже сильные ядохимикаты не способны их уничтожить. Специалисты почти ничем не могли помочь в борьбе со скорпионами. Естественно, дезинсектор сразу же применит пестициды, но скорпионы обладают способностью их распознавать и избегать. Другой подход уничтожить пищевую базу скорпионов. Но это просто смешно, потому что убить всех насекомых практически невозможно. Уэйт и Тони беседуют с соседями, чтобы узнать, не сталкивались ли те с подобной проблемой. Соседи слева и справа сообщили, что видели скорпионов. Поэтому мы поняли, что находимся в месте, где обитают эти животные. Но Уэйт Барнс не собирается сдаваться. Его волнует безопасность детей, и он решает превратить свой дом в крепость, недоступную для скорпионов. Полностью все заклеить и замазать невозможно, но стоит хотя бы попробовать максимально закрыть им пути доступа в дом. Закрывая на ночь дверь, вы думаете, что обезопасили себя от вторжения. Но различные вредители умеют находить мелкие щели, совсем незаметные, и через них проникать в дом. И если люди не смогут проникнуть в жилище, то вредители найдут способ попасть внутрь. Чтобы обнаружить врага в темноте, Уэйт и Тони даже используют его некоторые уникальные свойства. Чтобы увидеть скорпионов ночью, люди часто используют ультрафиолет. Химический состав тела животного таков, что в ультрафиолетовых лучах оно светится. Они уничтожают множество скорпионов, но появляются все новые. Самка древесного скорпиона способна производить на свет от 25 до 35 детенышей за раз. Они прячутся на спине самки, оставаясь там несколько недель, пока не вырастут. После этого скорпионы начинают вести независимый образ жизни. Скорпионы жили здесь задолго до постройки домов. А превращение пустыни в зеленые оазисы оказало на них благоприятное воздействие. Пускай скорпионы ассоциируются с сухой аризонской пустыней, но им нужна вода. Всем организмам необходима вода. Дом или сад, где всегда есть вода, рай для скорпионов. А внутри домов они также находят прекрасное укрытие от жары. Считается, что скорпионы любят жаркую местность, однако они в действительности предпочитают прохладу и сырость. Скорпионов привлекает тень дома, в которой можно укрыться от летнего зноя. Неудивительно, что в подобных районах все чаще встречаются эти смертоносные животные. Я видел скорпионов в общей комнате, в гостиной, на кухне, по всему периметру дома, на террасе. Они просто появляются из ниоткуда. Ядовитые пришельцы приходят снова и снова. Насекомые и другие организмы общаются, в том числе и с помощью феромонов. Это химические сигналы. Согласно одной теории, древесные скорпионы выделяют феромоны, которые привлекают на свою территорию других скорпионов. Тоня и Уэйд понимают, что сражаются против непобедимого врага, который способен убить их детей. Мы боролись с самым ядовитым скорпионом в регионе. Непал еще совсем малыш. Нам приходится постоянно следить за ним, смотреть, чтобы он не просунул руку под диван, а если ужалят Талайну, что тогда они ничего не в силах поделать. И днем и ночью семью подстерегает опасность. Мы с Талайной лежали на кровати в спальне, смотрели кино. Я находился в другой части дома, отдыхал на чердаке. Опускалась ночь. В определенный момент я начал дремать и уснул. В Нью-Джерси нашествие не менее страшных вредителей довело семью Роузов до предела. Казалось, мы обречены. Нам предстояло или смириться с такой жизнью, или собрать вещи и уехать. Они надеялись, что специальная обработка дезинсекторов-профессионалов позволит устранить проблему. Но клопы не исчезли. Из раздавленного клопа брызнула кровь. Весь дом оказался заражен этими живучими насекомыми кровопийцами. Роузы выясняют, что остается последний, но весьма дорогой вариант. Полное уничтожение. Клопы очень чувствительны к температуре выше 49 градусов Цельсия. При такой температуре они очень быстро погибают. Поэтому для борьбы с клопами применяют термическую обработку. В процессе погибают все клопы и взрослые особи и яйца. Мы сделали то, что должны были. Собрали последние деньги и заплатили компании, которая провела термическую обработку нашего дома при температуре 65,5 градусов. Это последняя отчаянная попытка. Горячий воздух нагревается от газовой горелки. Весь дом прокаливается. три месяца спустя Лорен хочется думать только о хорошем. Я знаю, что они уничтожены и все можно забыть. Но теперь я рассматриваю любые объекты как фактор риска. Рестораны, кинотеатры, библиотеки, магазины. Из-за борьбы с клопами в семье возникли финансовые затруднения. Если все посчитать, начиная от мебели, которую мы выбросили и заканчивая прокаливанием, то на борьбу с клопами ушло порядка 15-18 тысяч долларов. Беда не прошла бесследно. Я больше не могу спокойно ходить по дому и не бояться уронить полотенце на пол. Не хватает былого неведения относительно этой проблемы. В психологическом отношении изменилось все. Эта семья привыкает к жизни без клопов. Но глобальное нашествие этих насекомых продолжается. Клопы распространяются по всему миру. многие эксперты рассматривают их как пандемию. Подводя итоги, можно сказать, что клопы, к сожалению, будут соседствовать с людьми еще очень долго. В доме, населенном древесными скорпионами, нет безопасного уголка. Я знала, что это укус скорпиона. Тоню Барнс из Финикса, штат Аризона, скорпион ужалил в ее собственной постели. Она обхватила пальцами щиколотку. Это ощущение похоже на то, когда в кожу вонзается очень острый осколок стекла. Мы не знали, насколько опасен попавший в тело яд. Ее муж Уэйд звонит в больницу. Скорпион иногда может ужалить и не выпустить яд, но бывает он выпускает огромное его количество, что приводит к фатальным последствиям. А у древесного скорпиона яд самый опасный. Яд древесного скорпиона представляет собой нейротоксин, а это значит, что он поражает нервную систему человека. Мышцы дыхательной системы начинают дергаться и конвульсивно сокращаться, и кислород не попадает в легкие. То не повезло, она почувствовала только боль и онемение. Симптомы сохранились почти неделю, вся нога немела и покалывала. Я думал о том, что скорпион ужалил мою жену, а ведь на ее месте могла оказаться и дочь. Барнцы доведены до отчаяния, они хотят уехать. Мы поняли, что надо уезжать. С меня хватит. Точно. Но жестокий поворот судьбы сделал переезд практически невозможным. Изменилась экономическая обстановка, и мы не смогли выставить дом на продажу. Семья Барнсов не в силах уничтожить скорпионов, но и переехать нет возможности. Это их дом. Весь наш район был построен на их территории. Пришельцы здесь мы, поэтому они никуда не уйдут. они вынуждены делить свой дом со скорпионами. Я уверена, что мы уйдем отсюда раньше, чем они. Сегодняшние вредители, будь то агрессивные захватчики, нападающие толпой, или животные, на чьей территории мы поселились, пользуются преимуществами и благами современной жизни человека. безопасен ли ваш дом? Как бы крепко мы не запирали двери и окна, всегда найдется вредитель, который при желании сможет попасть в наш дом. Дома, в который не могли бы проникнуть вредители того или иного вида, просто не существует. Программа подготовлена к показу компании SDI Media. Перевод Владимира Каплуна, текст читал Дмитрий Шандро. Субтитры создавал DimaTorzok